Всем добрый день! С вами снова компания Самвар Тайм, которая хочет поделиться с вами рецептами. И на этот раз это будет рецепт панкейков. Панкейки это как такие американские блинчики, что-то среднее между оладушками и обычными русскими блинами. Но они будут у нас не обычные, а с чаем мачо. Поэтому смотрим дальше и готовим вместе с нами. Итак, для наших панкейков нам понадобится 150 мл молока, 1 яйцо, сахар 25 г, ну не принципиально, там уже положите кто сколько любит, 150 г муки пшеничной, либо можете взять какую-то ПП, если кто-то увлекается, разрыхлитель, 1-4 чайной ложки масла, ну там нужно было чуть поменьше, соль. И, конечно же, главный наш ингредиент это японская мачо, 2 столовые ложки. Ну что, приступим к нашей готовке. Итак, начинаем мы с яйца. Яйцо нужно разбить, добавить к нему сахар и... И, в общем-то, всё. Первый этап у нас положен. Так, 1 яйцо, 25 г сахара. Берём блендер, взбивать... Взбивать всю смесь можно блендером, либо вилкой, в общем, кто чем привык, кому чем удобнее. Лучше всего, конечно, будет взбивать блендером, так как панкейки это всё-таки пышная такая штука. И, чтобы, в общем, держался эффект, нужны пузырьки, да, под вашей смесей. Так, далее нам нужно будет подогреть молоко и... Подогреть молоко и добавить в него масло. 150 мл молока, не забываем. Ждём, пока оно подогреется. Молоко подогрелось. Далее мы добавляем масло, половину чайной ложки. И кладём его в наше молоко. Готово. Теперь всю эту смесь добавляем к яйцу и снова взбиваем. Мы закончили приготовление нашего теста. Получилась вот такая вот масса, достаточно приятного цвета и приятно очень по запаху. Прям очень чувствуется чай-мачо. И приятно вообще. Далее, так как масло у нас уже есть, лучше всего будет жарить на антипригарной сковородке. Но если у вас её нету, то сейчас мы проверим, какой будет результат. Но... Но у нас, тем не менее, масло было. Если нужно будет добавить ещё чуть-чуть масла, то его можно будет добавить сразу же уже на сковородку, либо в тесто. Ну что, приступаем к готовке нашего первого панкейка. Накладываем мы не совсем как на самый обычный блин. Примерно как на оладушку, но чуть-чуть... Чтобы, короче, он круглый был. Вообще, в идеале, для этих панкейков существуют специальные сковородки, но у нас, к сожалению, её нету. Поэтому мы выходим из положения как можем и рисуем эти блинчики сами. Так что, вполне возможно, вполне вероятно, что они получатся не совсем такими круглыми, как обычно на картинках. Но, тем не менее, мы старались. В момент, когда на... Если вы только заметите, что на этих блинчиках начинают появляться уже пузырики, то это означает, что они почти готовы и скоро можно будет переворачивать. Поэтому дожидаемся пузыриков и переворачиваем. Наш первый... Наш первый блинчик получился немножко с таким градиентом интересным. Помимо нет. Так, стой, мне кажется, он готов. Ну что, с почином? Наш первый панкейт готов. Приступаем. Переходим к следующим. И так, в общем, пока не закончится всё тесто. Ну что, вот и готов наш последний панкейк. Всего в общей сложности у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Около... В общем, из всего того, что из всех этих ингредиентов у вас получится около 7-9 панкейков. Если вы хотите сделать чуть больше, то есть, ну, соответственно, увеличивайте количество. Для всей семьи, конечно, такого не хватит, но примерно для... где-то порция для двух человек. Сейчас мы это всё красиво украсим и покажем вам, как это можно... всё будет тоже очень красиво подать и сделать из этого вкусный и полезный завтрак. Ну что, мы закончили украшать наши панкейки. Для декорации мы взяли ещё гранат и сверху полили сгущёнкой. По-моему, получилось очень даже аппетитно. Зелёные и красные цвета такое сочетание, но и немного белого. Приятного аппетита и приятного вам чаепития!